Вот здесь я отсюда буду транслировать, вот тут я так из-за грибного вот этого леса хотелось бы поделиться одним таким размышлением и такими вот планами на будущее. Не покидает человечество одна сумасшедшая идея все-таки вырастить грибы-лисички в домашних условиях. Как ни старались, как даже немцы с их технологиями в лабораториях попробовали сделать, произвести вот этот материал и вырастить все-таки лисички в искусственных условиях. Но дальше единичных экземпляров это дело никак не продвинулось с этого места, и если бы это было возможно, то уже давно лисички бы продавались у нас на прилавках в таком же количестве, как продается, например, вешенка или еринка. Но есть одно такое интересное соображение, одно интересное такое размышление на эту тему. Значит, по своему вкусу, по своей консистенции, королевская вешенка или белый степной гриб очень напоминает лисички, единственное, что в нем нет этого хвойного аромата. Всем хорошо известно свойство грибов, что они могут набирать в себя запахи или вкус того материала, того субстрата, на котором они произрастают. Вот есть такая идея. Попробовать сделать тот субстрат, который мы обычно готовим для производства королевской вешенки, в этот субстрат добавить материал из хвои. Это, скорее всего, будут не опилки. В опилках будет много смолы, и она не имеет именно вот этого хвойного материала. Это будут, скорее всего, ветки самой ели или сосны, которые будут добавлены в опилки при приготовлении предварительной их обработки и в дальнейшем внесены в сам субстрат. Я не думаю, что это количество как-то повлияет на рост самого мицелия. То есть, не думаю, что это категорически снизит вообще урожай, или как вообще бытует мнение, что хвоя является ядовитым материалом для мицелия вешенки. Думаю, что здесь все пойдет хорошо. Единственный вопрос, который остается открытым, тот урожай, который мы получим, например, королевской вешенки, будет ли он иметь в себе вкус вот этой хвои? Если это случится, если это произойдет, и он будет иметь вкус хвои, то это будет революционный момент, когда можно будет получать грибы со вкусом лисички, королевскую вешенку с вкусом лисичек, можно будет получать в домашних условиях. То есть, эта необходимость сбора дикорастущих грибов останется всегда актуальной, это всегда приятное времяпровождение, это тихая охота, которая нравится многим людям. А вот получение самого материала или плодовых тел лисичек в таких вот искусственных условиях станет возможной для множества людей и множества предприятий. И вот этим видео я как раз хотел вот эту тему, не всегда хватает времени на проведение всех исследований, но множество людей занимаются домашним грибовостом, покупают мицелий, выращивают эти грибы в домашних условиях. И хотелось бы предложить им такой вариант попробовать, некоторое количество блоков изготовлять таким образом, чтобы добавлять в них хвою из ели или сосны. И те результаты, которые у них получится, попробовать как-то озвучить, дать какие-то ответы на тот вопрос, стоит ли заниматься таким вот направлением и что оно будет нести в своем результате. То есть отсутствие результата, это тоже результат, и если в результате таких вот деяний не получится ничего хорошего, это можно тоже озвучить, что вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. То есть проведение такого эксперимента даст ответ на тот вопрос, а будет ли этот вкус, при добавлении вот этой хвои, будет ли появляться хвойный припус в этих грибов. А я, наверное, быстрее всего сейчас приступаю к сбору урожая вот этих грибов. Ну и если останется время и желание, нужно будет сделать еще какой-то мастер-класс по приготовлению королевской вешенки и каких-то интересных блюд, что из нее можно приготовить. Всем желаю доброго времени суток, смотрите и следите за нашим каналом, чтобы не пропустить новые публикации, подписывайтесь и жду обратной связи. Если кто-то будет проводить такие эксперименты, пожалуйста, дайте знать, чтобы можно было посмотреть проделанную вами работу.